Так, ну что, всем привет! Сегодня обсудим ситуацию с Амазоном, почему на самом деле Амазон опровергает сообщение о том, что планирует принимать биткоин. Ну и давайте перейдем сразу к делу после небольшой рекламной паузы. Отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это кайптфорд.ком. Это безупречно отлаженная и децентрализованная система на основе сети эфира, где можно получать от 5 до 20% ежедневной прибыли в эфире. Вывести весь свой вклад с дивидендами можно в любой момент. Транзакции и бизнес-система проекта полностью открыты. Выплата прибыли гарантируется децентрализованной сетью эфира. Я лично вложил в данный проект эфира и получаю ежедневно по 10% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Так вот, вышла новость еще 27 июля, я понимаю, сегодня 1 августа, но после того, как Амазон запустила новость о том, что, ну, инсайдерская инфа, не то, что Амазон официально, этого еще не было. Но, насколько я знаю, Амазон не отказалась принимать биткоины, они сказали, что они просто не объявляли еще об этом, то есть они изучают и пока что рассматривают. Ну, это я читал и слышал на других каналах и в других источниках, что на самом деле не отказались они принимать. То есть, как Илон Маск, я снимал перед этим видос, отказывался от приема биткоина как за платежное средство. То есть, он в марте месяца сначала принял, потом опять отказался, потом опять принял. Ну, в общем, такая вот канитель для того, чтобы поманипулировать и поспекулировать ценой биткоина. Вот, ну и, соответственно, после написания строк цена биткоина снизилась и, получается, упала на 37678. Но если посмотреть 27 числа, может быть, в моменте она и снизилась, вот 26-27, но потом все это дело выкупили и погнали цену выше 40 тысяч долларов. Поэтому, какая суть этого ролика, что на самом деле не надо париться по поводу того, что там Амазон принимает, не принимает, Тесла принимает, не принимает биткоины. Да, это фундаментальный фактор, да, понятное дело, что все это будет внедряться и, соответственно, будет масштабироваться. Хотя биткоин, на самом деле, очень медленный в плане транзакций и там конские комиссии берут. Можно было взять тот же XRP, либо другие какие-то монеты, тот же догикоин, хотя я понимаю, что это чисто монета, так поспекулировать, ничего более. Вот, но, опять же таки, что основной месседж этого ролика в том, что не надо ориентироваться на новости, потому что сегодня вышла одна новость, потом другая. То есть, это, естественно, идет раскачка новостного фона для того, чтобы хомяки начали скидывать и какие-то слабые руки там, я не знаю, ну, лично по моему мнению, слабых рук, ну, довольно-таки много. Но я не думаю, что это прям больше 50%, но вот на таких новостях процентов там 10-20, может быть, максимум 30 начнут продавать, что вот якобы биткоин перестали внедрять, все, надо продавать. Ну, я не знаю, это идиотизм, как по мне, но, опять же таки, ну, я ссылку на статью оставлю и могу оставить еще ссылки на статьи по поводу Илона Маска. Вот, поэтому основной месседж в том, что ждем восстановления рынка, все будет отлично, то есть, сегодня мы показываем позитивную динамику, да, частично там видны локальные продажи, но, видите, мы даже не падаем на часовике ниже 41.200. Если мы пробиваем отметку 43.000, которая была, это у нас был low, вот здесь вот получается, у нас минимальная отметка здесь была, если мы пробиваем и тем более закрепляемся выше 45.000, заходим вот этот накопительный канал, который у нас был здесь, да, вот эта вот возня, которая здесь была, накопление позиции, вот, и тем более, когда пройдем психологическую отметку 50.000 долларов, у нас тренд окончательно восстановится. Вот, поэтому отката никакого нету на месячном таймфрейме, видите, мы открылись выше, в идеале закрепиться за 45.000 долларов и можно ждать дальнейшей позитивной динамики, как по биткоину, так и по всему рынку криптовалют. Поэтому не надо реагировать остро прямо на новости, но учитывайте, что вот этот бесконечный рост, якобы, который сейчас идет, он может обрушиться тем, что у нас просто пойдет вынос по стопам потом, да и все. Вот, поэтому если кто хочет закупиться в долгосрок по монетам, можно ли это сейчас делать? Да, можно, без проблем, можно это делать. Кстати, в плане средней срока я сейчас вообще не лезу, потому что рынок сейчас в такой фазе находится, что опасно заходить, могут в любой момент либо вынести по стопу, либо, соответственно, все это дело обвалить там на те же 10-20, а то и 30% по альте, но и по биткоину на 5-10, может быть, 15%. Поэтому, если мы все-таки провалимся и будет вынос по стопам, ну, если упадем за 40 тысяч долларов, конечно, потом надо будет дополнительные усилия, чтобы восстановить эту цену, но я считаю, что крупный капитал уже не будет вести ее за 40 тысяч долларов. Я не отрицаю, что с этих отметок можно упасть и на 27 тысяч долларов, и на 30 опять, но я предупреждал, что ниже 30-ки мы не пойдем, ну, мы не пошли ниже 30 тысяч долларов, то есть не закрепимся и не пойдем ниже. Что и произошло, нам главное было перекрыть вот эти вершины, и, как вы видите, кстати, вот эти вершины все мы перекрыли довольно-таки быстро, и вот, поднялись уже на 40% 30. Вот, поэтому, такие дела, всем удачи, ждем восстановления рынка, спасибо за внимание, кто хочет закупаться в долгосрок, ваше право, можете это делать прям сейчас, я пока что не спешу, я пока что наблюдаю, то есть, закупаться надо было вот здесь, когда все лежало на днище, ну, а, естественно, когда все начинает расти, все начинают на эмоциях закупаться, что вот, да, все же пошло, надо сейчас закупаться, ну, а когда я говорил, ребят, все лежит на дне, там тот же кейк, ту же луну я неоднократно рекомендовал, ну, кто меня послушал, да никто, единицы послушали, то есть, и могли уже там 2x, заработать, ну, кто захотел, тот зашел, кто не хочет, можете сидеть дальше, ждать у моей погоды, и, там, не заходить по тому же BitTorrent, когда я рекомендовал, там, по тому же Chiliz, я тоже рекомендовал по CHR, там, по ENG, та же TETA, то есть, кто хотел, можно было зайти, кто не хочет, ну, не заходите, ждите опять, ожидайте лучших времен, когда все там упадет еще ниже, там, ждите биткоин по 10 тысяч долларов и так далее, ну, это просто смешно было, если мы ниже 30-ки не могли закрепиться, о каких 10-ти, там, и 20-ти тысяч долларов, можете идти речь, вот, поэтому такие дела, всем удачи, всем пока, и не парьтесь по поводу этих новостей, все будет нормально, все восстановится, и, я думаю, ближе к осени, а то и, ну, если все это дело, конечно, затянется, и будет опять какая-то консолидация, то уже зимой мы увидим перехай по биткоину, и полноценный, альцезонный, пешенный рост по альтам, вот, всем удачи, всем пока. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 10% прибыли в день, это crypt4.com, ссылка на проект в описании под роликом.